Ангельская свеча Священное Писание Откроем Евангелие от Луки Первую главу 28 стих Ангел же, войдя к ней, сказал Радуйся, благодатная Господь с тобою Благословенно ты между женами Священное Писание утверждает, что Есть видимый мир, есть невидимый мир Есть материальный мир, есть духовный мир Ангелы, духовные существа Духовные личности Как эти ангелы выглядят Мы можем знать лишь примерно То есть ангелы, обычно мы как бы думаем, что ангелы какие-то смелые, мужественные То есть мы представляем мужчинами Но однако Библия говорит, что ангелы это не мужчины, не женщины Но они смелы, они смелы, они мужественны Поэтому, наверное, их чаще всего с мужами и сравнивают То есть они духовные личности Потом еще одна вещь Конечно, когда говорится о Херувимах, Серафимах Там говорится о крыльях То есть есть среди ангелов своя иерархия Есть архангелы, там Гавриил Архангел Михаил Есть там у Херувимов какие-то крылья Про обычных ангелов Ничего не сказано, что у них есть крылья Мы как-то представляем, что они должны быть крылатые Но вообще обычных ангелов нигде не говорится, что у них крылья Я думаю, почему думаешь, что у них крылья? Потому что если Бог посылает там и ангелы идут Ты думаешь, ну как они могут вот так по воздуху там куда-то идти? Они, наверное, должны вот так вот крыльями махать Хотя в духовном мире они могут, я думаю, передвигаться и без крыльев То есть нигде в Библии о крыльях конкретно не сказано Но однако видно, что они такие высокие, статные вот и мужественные И когда мы смотрим на царство тьмы Древний Завет говорит, что царство тьмы Оно наполнено, помимо дьявола, падшими ангелами То есть когда-то на небесах был выбор Взбунтовавшийся Люцифер Который думал, а что я, Деница Зари Что мне тут служить кому-то, какому-то Господу Возгордился И когда начался этот бунт Перед каждым ангелом Встал выбор Быть верным Господу Или взбунтоваться вместе с этим Люцифером И на основании Священного Писания мы можем сделать вывод Что примерно треть ангелов взбунтовалась То есть не большая часть, но также немало И когда пришел Божий суд и упал с неба Сын Зари, став дьяволом То с ним же упали эти падшие ангелы Вот откуда возникли всевозможные бесы и демоны И иногда люди намного больше заботятся о изучении Даже христиане изучении царства тьмы Но в Библии намного больше говорится не о царстве тьмы А о царстве света И вот один из ангелов Две тысячи лет назад пришел К девушке, которой звали Мария И сказал Радуйся Господь с тобой благословен на ты Между женами Она же, увидев его, смутилась от слов И размышляла Что бы это было за приветствие такое Что это было за приветствие И сказал ей ангел Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога И вот зачнешь во чреве и родишь сына И наречешь ему имя Иисус Священное Писание говорит, что ангелы Это суть служебные духи Конечно, они могущественные Но у нас даже есть в чем-то преимущество перед ними Потому что когда Иисус на Голговском кресте Искупил мир от проклятия То искупил он только нас с вами И людей Грешники сегодня могут покаяться У ангелов падших такой возможности нет Смотрите, вторая глава Евангелия от Луки В той стране были на поле пастухи Которые содержали ночную стражу стада своего И вдруг предстал им ангел Господень И слава Господня осияла их Пастухи убоялись страхом великим Сказал им ангел Не бойтесь Я возвещаю вам великую радость Которая будет всем людям Ибо ныне родился нам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь И вот вам знак Вы найдете младенца в пеленах Лежащего в яслях И внезапно, смотрите Явилось ей с ангелами Многочисленное воинство небесное Славящее Бога И взывающее Слава Вышних Богу И на земле Мир и в человеках благоволения Ангелы приходят Радость Радость приходит Смотрите Евангелие от Матфея Первая глава Рождество Иисуса Христа было так По обручению Марии Матери его Марии с Иосифом Прежде нежели сочетались они Оказалось, что она имеет Во чреве от Духа Святого Иосиф же, муж ее, будучи праведен И не желая огласить ее Не хотел Хотел тайно отпустить ее Но когда он помыслил это Все ангел Господень И явился ему во сне И сказал Иосиф, сын Давидов Не бойся принять Марию, жену твою Ибо родившаяся в ней Есть от Духа Святого Родить же сына И наречешь ему имя Иисус Ибо он спасет людей своих От грехов их Еще одни знаменитые Рождественские слова Когда не только к Марии ангел Но к Иосифу тоже пришел Потому что Иосиф хотел Он испугался Что люди подумают Я тайно лучше ее отпущу И такая ситуация Для него непонятно Неприятно было Им возможно понять Ты собираешься зажениться Девушка беременна Как Ангел пришел А по закону мы знаем Это же грозит Побить камнями ее Он решил тайно Это все дело Как-то покрыть Отпустить ее тайно Тут ангел пришел И говорит Иосиф, не бойся И мы видим Если пастухи И Мария Они испугались Соприкоснувшись Вот с этим духовным миром Миром ангелов Миром сверхъестественного То Иосиф Испугался За возникшую ситуацию И ангел Опять говорит ему Не бойся Не бойся ситуации И тут же возникает вопрос Открываем Псалом 33 Стих 8 Возникает вопрос Как же быть с этим Местом священного Писания С этими знаменитыми Словами Ангел Господин Ополчается Вокруг Боящихся Его И Избавляет их Как же Они Говорят все время Не бойся А ведь Ополчается Вокруг Боящихся Но Здесь сказано Не просто О боящихся Здесь сказано О боящихся Его То есть Ангелы говорят Не бойся Духовного мира О бесы О проклятии Не бойся Духовного мира А если ангел Там пойдет С мечом Не заметит Случайно меня И все Не бойся Ангелы все делают По нормальному Не переживай Все точно Не нужно бояться А какой-нибудь ангел Пойдет Наступит случайно Не бойся Не бойся Материального мира Не бойся Но Есть третий страх Божий Вот он нужен Потому что Страх Господен Начало Мудрости Но страх Божий Это не То что Иные страхи Это не Запуганный Богом Ой Господи Не накажи Господи Из-за Страха Божьего Люди иногда Из-за искаженного Представления О страхе Божьем Люди иногда Даже к Богу Боятся Молиться Страх Это почтение Это уважение Страх Божий Это когда Ты стремишься Его волю Исполнять В своей жизни Ты почитаешь Не из-за Просто Боязни Наказания А любовь Чтобы не огорчить Его Очень явно Страх Божий Показан В книге Деяний Посмотрите Был такой Корнилий Что это был за Человек Второй стих Благочестивый И боящийся Бога За всем Домом своим Творивший Много Милостыни Народу И всегда Молившийся Богу Страх Божий Если в твоей жизни Есть страх Божий Значит в твоей жизни Есть молитва Люди Боящиеся Бога Это люди Молящиеся Это люди Имеющие Общение С Господом Вот что такое Страх Божий Люди Боящиеся Бога Это не только Молящиеся Я молюсь И плевал я на всех Есть такие молитвенники Но это не боязнь Бога Люди которые боятся Бога У них почтение Господу Они чутки к Богу И они чутки к людям Вот что такое Страх Божий Поэтому Корнили Смотрите Он был Смотрите Всегда Молящийся И творивший Много Милостыни Народу Чуткость к Богу Чуткость к людям Вот что такое Страх Божий Вот что такое Начало мудрости И вот смотрите К этому человеку К боящемуся Богу Третий стих Он в видении Ясно видел Около девятого часа Дня Ангела Божьего Ангел Вошел к нему И сказал Корнилий Он же Вглянув на него И испугавшись Сказал Что Господи Ангел Отвечал ему Молитвы твои Милостыни твои Пришли на память И так пошли Людей в Иопию Призови Симона Называемого Петром Он гостит У некого Симона Кожевника Которого дом Находится при море Он скажет тебе Слова Которыми спасешься Ты И весь Дом Твой И вот Явный пример Как ангелы Божьи Получаются Вокруг боящихся Его Увидел Этот Корнилий Боящийся Бога То есть Молившийся Господу И служивший Людям Увидел Ангела То есть Ангелы Могут приходить Просто как Явь Ангелы Могут приходить Во сне И ангелы Могут являться В видении И вот Корнилий Увидел Видение Ангел Который Пришел И сказал Не напрасно Ты Корнили Бога Боишься Не напрасно Твои Милости Не напрасно Твои Молитвы Не напрасно Бог Услышал Твои Молитвы Спасешься Ты И весь Дом Твой Я только Что приехал Из Алматы И там В команде Служителей Есть один Человек Которого Зовут Виталий Затолокин Он сейчас Пастор Одной Из Церквей Казахстана Виталий Рассказал Удивительную Историю Точнее Эту историю Рассказал Даже Эту историю Рассказал Мне сам Пастор Максим Максим Однажды Ко мне Приходит Виталий И говорит Я хочу Пожертвовать Для Бога Принести Пожертвование Он говорит Давай Пожалуйста Он взял Посчитал Подожди Откуда Столько Денег Максим Я же знал Я ему Там Зарплату Платил Это Было Несколько Его Месячных Заработков Откуда Столько Денег Он говорит Пастор Я скопил Столько денег Это мои сбережения Я принес Но я не просто Принес Он говорит Пожалуйста Давай Молиться За мою жену А у него А у него была Жена Не спасена Она была Неверующая И Ходили к нему Домой Говорили А жена Даже не хотела Часто слушать Ни о Боге Ни о чем Вот парадокс Человек служит В церкви А жена Неверующая Не хочет Ничего Слышать И вот он Принес И говорит Это жертва Помолись Пастор Это жертва Которую я приношу К Господу Чтобы моя жена Была спасена Ну Максим Помолился За эту жертву Через некоторое время Опять приходит Этот служитель И говорит Вот еще Я скопил деньги Я хочу принести Жертву Господу Эти деньги Принести В церковь Опять посчитали Там Ну Несколько заработков Он говорит Ты что не ешь что ли Пастор Не твое дело Это жертва Для Господа Говорит Да нет Не надо Ты что Ты как живешь Это для Господа Одно требую Помолитесь за мою жену За спасение И вот так он приходил Несколько раз С большими жертвами И однажды Смотрите Это удивительная история Однажды У них в Алмате Была женская конференция Приехала одна С Америки Известная служительница И она с собой Привезла команду женщин И среди этих женщин Была одна Которая Не собиралась Вообще Никуда ехать Но однажды Она молилась И ей в сердце Просто пришло Откровение Возможно от ангела И ангел этот Сказал ей Сейчас Собирается команда Женского служения Поехать в Алмату Присоединись К ними К ним И езжай туда Что Зачем Просто езжай Ты должна быть там Вот она Связалась С этой известной Служительницей И все вместе Они приехали В Алмату Там был у них Обед Где была Эта женская команда Американских служительниц И служителей Церкви Алматинской Среди них Этот пастор У которого была Неверующая жена И вот эта женщина Американка Поворачивается К этому служителю К Виталию И говорит Слушай А почему ты один Все с женами А ты один Ему было стыдно Говорить Он говорит У меня неверующая жена Она не ходит в церковь И тут эта служительница Говорит Я хочу сейчас Поехать к тебе Домой И поговорить с ней А он жил вообще За городом Там за городом В каком-то Небольшом поселочке Там была дешевле квартира Вот на машине Он Она Там служители Поехали домой Она вошла Говорит Я хочу поговорить с ней Она вошла Стала разговаривать С женой Бог там просто пришел Она покаялась Жена Приняла Иисуса Христа Это было несколько лет назад Сегодня на христианка Служит в церкви Молитвы твои И милости Пришли на память Пред Господь Есть люди Которые Молятся Не делают ничего Не жертвуют Никаких милостей Просто молятся Но окружающим Не холодно Не жарко Ты знаешь Это хорошо Но это пол дела Есть же тех Но наоборот Они какие-то добрые дела Все время Они там Кипишут Помогают кому-то Но они молятся Хорошо Но тоже половина Во страхе Божьем Есть некая полнота Это отношение И с ним И с ближними Также Это служение И ему И ближним Это когда ты Перед ним открыт И перед ближними Точно так же Открыт Вот что такое Истинный страх Божий Вот в эти Рождественские дни Начинай молиться Искать его лица Посвяти ему время В молитве Принеси жертву свою Пред Господом Скажи Господь Я приносу тебе жертву В эти дни я молюсь Я творю милость у него И может у тебя Какая-то большая нужда Из-за чего у тебя Нет этой полноты радости Как я сказал Серое что-то впереди И что-то изменится В это Рождество В твоей жизни Бог придет Во славе своей И та нужда Которая долг у тебя была Наконец-то разрешится Твои молитвы И милости Придут На память Пред Господом И сейчас Пожалуйста Посмотрите На эту последнюю Четвертую свечу Ангельская свеча Я думаю Что И каждый Так же Принял решение Принести особенную жертву Что-то изменится В том Что для меня Долгое время Было неразрешимо И не менялось Потому что Это Милость моя Жертва моя И молитва Это выражает Мой страх Страх перед Господом Не боюсь Ситуации Не боюсь Ни духовного Ни земного мира Тебя Господи боюсь И вокруг таких людей Ангелы Таким служат Ангелы Корнилий Это пример Посмотри на эту свечу И просто думай О своем решении Четвертая Ангельская свеча Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...